Спасибо, пожалуйста, большое за приглашение сюда. Для меня получше удовольствие было узнать о российской системе высшего образования, узнать об университетах, а особенно познакомиться с людьми, которые работают в университетах, и познакомиться с некоторыми из ваших прекрасных городов. И, знаете, вчера я потеплее оделась, прогулялась по Казани. Это была вообще великолепная возможность. Мне очень понравилось. Я сделала несколько заметок во время первых двух презентаций. И даже того, как я перейду к своей презентации, я бы хотела прокомментировать те мысли, которые пришли ко мне, пока я слышала две предыдущие презентации. В первую очередь важно, я сейчас перейду к представлению себя. Моя компания работает с университетами в более чем 20 странах с академическими программами, через международные агентства на различных уровнях. И проблемы очень похожи в разных странах. Иногда они на национальном уровне, на уровне культурных различий, например. Но очень часто они очень похожи. Например, в университетах очень часто структурные какие-то проблемы, проблемы недостаточного финансирования или недостаток доверия, действительно, по каким-то программам, что действительно они могут быть конспециализированы. И в этом случае мы говорим действительно об очень таком общем поле проблем. Наш слоган, поскольку мы работаем с высшим образованием, стремитесь к лучшему, а не к идеальному. Потому что посмотрите на эти замечательные рекламные кампании, иногда университеты, которые университеты подают в Кроникле. И когда вы, и вы, может быть, думаете, и вы наверняка задумаетесь, а что бы вы сказали про себя, если бы вы подавали подобную рекламу. Поэтому не обязательно целиться туда же, куда целятся какие-то другие университеты в Австралии или Англии, например. Они работают над этим уже десятки лет. Некоторые из них, кстати, преуспевают больше, чем американские университеты. В частности, благодаря тому, что они привезли к себе и на жару новых студентов. Итак, у меня сейчас немного времени, 20-25 минут всего лишь на эту презентацию. Я хотела сказать, что я очень часто работаю с Уберберскими университетами по конкретным каким-то аспектам, по вопросам интернализации, работаю с руководством университетов. И я сейчас расскажу вам на более широкую тему, поскольку у меня очень мало времени. И, пожалуйста, если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Я с удовольствием дам вам свой курортный адрес после презентации. Знаете, при введении англоязычных программ были действительно большие истории успеха и большие провалы. И я видела многие программы, которые изначально финансировались Erasmus Moodle с программой. Это программы совместных степеней. И, знаете, они отмерли уже. И многие, кстати, предвидели этот провал, потому что они были, на самом деле, начаты для того, чтобы получить финансирование. А это, на самом деле, не очень хорошая программа для того, чтобы развивать программу. Потому что программа должна развиваться такая, которая будет соответствовать общеинститутским, общеуниверситетским целям. А также я видела программы, которые, где учители говорили, знаете, мы разработали программу, но мы никогда не сможем привлечь к ним университеты. И эти программы тоже проваливались. Но также есть успешные университеты, например, в университете технологического университета в Милане, которые начали постградиот-программы, которые начались работать за два года. И они, например, Италия. Я не думаю, что кто-то из нас думал тогда, что они вообще будут начинать программу на английском языке. Но, тем не менее, они начали и преуспели. Или другой пример. Утрехцегл-университетом, где им, опять-таки, они принесли некоторые изменения в веб-сайт. И это было единственным важным изменением в маркетинге. То есть вот они также сделают совместно с нами, конкретно в части веб-сайта, которая описывалась в магистрские программы. И у них увеличилось количество студентов на 30% за один год. Это действительно большое достижение. Конечно же, какие-то изменения происходят за дольшее время. Но иногда, знаете, сайт делает что-то немножко, а результат большой. Или, например, ДАД, где я также работала, они начинали с бюджета полмиллиона долларов в год всего лишь. И, тем не менее, у них офисы по всему миру, которые работают уже годы для того, чтобы продвигать немецкие университеты. И теперь вы видите, как немецкие университеты получают пользу от этого проекта. То есть на некоторые вещи действительно требуется время. А в бизнесе есть такое понятие, как выгода того, кто начинает действовать первым. Например, некоторые университеты, с которыми мы знакомы. Например, Гарвард. Первый лучший университет в США. Оксфорд, Кембридж. Мы знаем самые старые университеты также в мире. Мы знали та же система, которая является самыми старыми во всем мире. И знаете, вы, может быть... И это очень резкий подъем вверх, если вы рассматриваете эти университеты. Вы знаете, вопрос, делать, раздавать бренд или нет, это не вопрос на самом деле. Бренд уже у вас есть, какой бы то он ни было. Например, как Джорс уже говорил. Возможно, вы не осознаете его. Вы знаете, вы можете действительно решить, будет ваш бренд оказывать какое-то влияние на ваше развитие или нет. Но вы не можете решить, иметь бренд или нет. Он в любом случае есть. Что касается маркетинга в России, в высшем образовании, вы можете обнаружить, что... Я думаю, что очень важно, что в ваших материалах, на ваших веб-сайтах, вы часто говорите о российском контексте, потому что люди не знакомы с этим. И проекты, такие как 5100, они не могут сделать это в одиночку. Точно так же, как и германские, немецкие университеты не могут говорить о немецком образовании самостоятельно. Они делают это через ДАД. И здесь вам очень важно понимать, что вы вместе своим университетом брендируете или продвигаете маркетингом не только свой университет, но и свой город, и свою страну. Потому что если люди смотрят на ваш университет, они могут не сразу понять, кто вы и что вы. В чем отличаются азиатские университеты? Я бы сказала, что... Вы говорили, что они не очень рекламируют себя. Просто они только начинают этим заниматься. Я могу гарантировать, например, что Япония действительно огромное количество агрессивных, активных инициатив от того, как они рекламируют себя. Большое количество из них мотивируют институты делать это, также проявляют национальную инициативу. Я не думаю, что Бразилия делает что-либо такое глобальное. А потом вдруг внезапно в течение двух лет, бах, отдельный институт начинает делать это. Ну и наконец, прежде чем я перейду непосредственно к презентации, студенты решают по индивидуальным программам, по своим, то есть в то время как это важно, чтобы они были убеждены о том, что какой там контекст, что там речь, какой город, какой стране, что за университет. Или даже преподаватели, или кафедры, которые работают, они сначала решают программу. Им не подходит, они не поедут на эту программу. Не поедут, просто и все. Поэтому маркетинг, хорошо то или плохо, это должно быть все работа именно на этом уровне. Это один из самых больших проблем, потому что это там, где вы хотите, чтобы 100% вы должны полагаться на академические круги, чтобы они поняли о том, что программа была привлекательной для людей, которые работают в этой области. И это люди как раз им телеканство, которые это понимают, и оно должно быть это объяснить им так, чтобы они это поняли. И единственное, кто может это сделать, маркетологи могут работать и помочь, но в конечном итоге, когда речь идет о самой программе непосредственно конкретным предметом, в этой программе должны быть преподаватели, которые должны работать со своими идеями, для того, чтобы это все было доходчиво объяснить. Ну, собственно говоря, вот вступление. Я, биография моя, я думал о том, каким образом университеты продвигают себя, работают в какой-то форме, продвигают себя. И где-то, наверное, с 98-го года я начал думать об этом. Я тогда работал в компании DotCoMo, потом я 10 лет проработал в международном образовании. И я работала в Германии, ДНД, и в Канаде. Я была в североамериканском офисе, и там 5 человек, которые были наняты для того, чтобы работать над продвижением немецкого образования. И когда мы начали, все в Германии думали, что это глупая идея заниматься этим, трата времени, зачем возиться с этим. Мы замечательно, хорошо, мы хорошо, у нас все замечательно, забудьте о мире. Мы должны, чтобы с трудом к нам люди приезжают в Германию, а не облегчать им эту дорогу. Я думал, что это неправильно. Мы очень много поменяли в этом отношении немцев. Мы работали с большим количеством различных заведений, с точки зрения брендинга. Мы работали. Чего вы хотите объяснить? Как вы хотите? Что является важным для вас в этих образованиях? Мы делали это при помощи выполнения копирайтинга. Писали всякие разные программы для того, чтобы делать. Всем создавали, печатали разные брошюры, веб-сайты. И я, как я сказал, я в 20 странах работал в различных организациях. Очень важный момент. Таким образом, какие одинаковые проблемы все-таки у всех есть. Когда решили о том мастерских программах, магистрских, мне кажется, что это очень важные моменты, которые здесь есть. Это, прежде всего, определить, что такое успех, что такое определение в рамках этого. Создать то, что людям необходимо, продвинуть эти идеи, а потом, соответственно, измерить результат, который вы достигли, и принести соответствующие изменения. Казалось бы, просто, но большинство университутов этого не делают. Они говорят то, что профессор такой-такой, хочет такую-такую-то программу. По-английски говорит более-менее. Три преподавателя есть англоязычных. У нас есть партнер, который сможет, и все готово. Все. Нет. А теперь мы вот так будем пальцы держать на удачу. И все университеты, с которыми говорили, они говорили с вашими партнерскими университетами. Вы разговаривали, мы задавали эти вопросы. Нужно ли это студентам работать в этой программе? Все говорят, смотрят на нас так, как ты искоса. И нет, не разговаривать на этой теме. Очень легко сказать о том, что да, хотим мы запустить эту программу в биотехнологиях. Вы думаете, что студенты с вашей стороны будут интересно приехать на БАО-технологии? Они вам дадут эту информацию? Это проще международных студентов спрашивать и сделать таким образом, чтобы это было для них рынка рабочей силы. Если студенты с вашей стороны, они делают в матерской степени БАО-технологии, в другой стране, поможет ли это получить работу у себя дома? Спросите эти вопросы. Я буду говорить о том, какие эти вопросы правильно задавать. Вот, собственно говоря, что происходит. Больше 8 тысяч англоязычных программ по континентальной Европе в 2014 году. Но мне кажется, что сейчас гораздо больше это количество, потому что некоторые программы провалились, но они все время появляются, новые программы. Больше полутора тысяч стран, у которых нет обучения образовательной программы для международных студентов. И если вы не знаете масштаба этого делать, я только о Европе говорю, это то исследование, которое было сделано недавно, это происходит по всему миру, в Латинской Америке, в Азии. И это, ну, Африка, да, может быть, сюда не так активно в этой области работает, но... Это глобальный тренд, и поэтому я смотрю на один из программ, которые здесь есть, и программа KFU, это программа по фармакологии в одном из университетов, для того чтобы посмотреть, что происходит на этом. То эта программа была полностью для европейских университетов до, может быть, последних двух лет, и там было 251 результат. После этого они в прошлом году по-настоящему начали распространяться программы в Америке, в остальном мире. Это значит о том, что студенты и ищут возможность получить мастерскую степь по фармакологии, и в настоящее время мы обнаружили 251 различные программы, в которых можно образоваться. Это очень большое количество программ. Более важно, что очень интересно для меня, я посмотрел по Гуглу. Я посмотрел в Гугле, я сделал здесь, в гостинице, уже в Казани, потому что Гугл зависит от того, где вы находитесь, систему поиска работы. Поэтому я посмотрел местные результаты здесь. И программа мастерская в фармакологии в университете не появилась, пока я не протестал первые две страницы. Это значит, что она не существует для студентов. Если она не появляется, сидя в англоязычном Гугле здесь, в Казани, то в Китае-то уж вы точно не получите такую, или в Австралии. А что появилось-таки, это на этой странице, это реклама для Голландского университета Радборде. И, как вы видите, этот университет появляется здесь и говорит, ага, кто-то ищет нашу программу в России, фармакологию у нас здесь. И интересно, пусть посмотрят на это в Нидерландах. Вот какая конкуренция здесь, на этом рынке. Что касается получения, добраться до умов студентов, я вам покажу несколько слайдов. Это недавние исследования большой компании, которая проводила, которая занимается рекрусом студентов и продвигает различные программы. Они провели 45 тысяч международных студентов. Я даже не знаю, это опубликовано, это уже было или нет опубликовано. Я только вот в Глазго в сентябре делал эти данные и показывал. Вот это тот порядок, в котором выбирают студенты. Как вы видите, сначала выбирают сам предмет. Студенты выбирают сначала фармакологию, а потом смотрят, в какой стране это можно получить, а потом в каком университете это показывают. То, почему брендинг страны очень важен. Фармакология, ага, интересно. Это не значит, что только одну выбирать страну. Могут, ну, Германию, например, Англию выбирают. Дальше идет в другом направлении. Это предмет университета страна. Это в том случае, если университет, в котором они его хорошо знают, или есть какой-то личный опыт. Я не думаю, что они просто берут университет откуда-то из воздуха, берут, из пальца высосы или нет, нет, нет. Они специфически ищут. А что это шумит так сильно? Это я тут? От меня зависит вот это, да? Это я, наверное, да, ага. Что очень важно для вас, если это касается страны, это очень важно. Причина, по которой иностранные студенты это выбирают, это качество образования по сравнению с тем образованием, которое у них есть дома. Это номер один. И, конечно же, признание международных квалификаций. Это два самых важных критерия, и это очень серьезное соображение. И рассматривать, следующее, это страна, это отношение страны к международным студентам на третьем месте, безопасность, как визу можно получить, и каким образом, как... Хабсон, мы работаем в основном в университете в Соединенном Королевстве и в Австралии, задают вопросы людям, которые работают с программами в Австралии и в Соединенном Королевстве, но все по всему миру в основном набирают людей из одной страны. Есть несколько... Ну, например, Франция собирает людей из Северной Африки, Соединенные Королевства из бывших стран-содружества, бывших колоний. Но вообще-то в основном они... Много берут очень студентов Южной Кореи, Китая и Индии. Это те большие рынки, откуда брать студентов. И мне кажется, это вопрос очень важен так. Крекинги – это очень самый простой способ разработать критерии качества. Вот это то, что мы говорим. И вот посмотрите, хорошо ли эта программа безопасна, могу ли я туда поехать. И как только вы ответили эти два вопроса, вы, возможно, имеете пример, например, фаркологических студентов, если вы посмотрите на 251 возможность, которая у них есть, то там ли достаточно ли хорошие условия, там нормально ли там жить, визу получить, наверное, первые 25 могут ответить на вопрос. Да, но все равно даже с третьей 25 надо выбрать правильно, что надо сделать. Вы должны все равно там работать со своим актерскими программами. Я просто хочу вам показать то, каким образом это все в конечном итоге, в конечном красном университете, в университете Ютрак, где они увеличили процент зачисленных международных студентов на 30% за один только год. Среди 77 различных англоязычных программ, которые они предлагали в разных университетах, они просто свой веб-сайт поменяли, они просто преподнесли то, каким образом они предлагают свои программы. Если посмотреть на следующие три слайда, то я брала верхушку здесь, но это мастерские программы по stem cell biology, по стволовых клетках и онкологии. Вы посмотрите, посмотрите, среди 77%, которые есть, есть одинаковый стандартный, совершенно стандартный шаблон. Такое они сделали это после работы с международными студентами. Они это не интуитивно сделали, они, хотя у них интуиция очень хорошо развита, они просто направились в следы, посмотрели, что наиболее важно для студентов, потом они наняли нас. И мы работали с ними для того, чтобы добавить сюда соответствующие тексты, и мы позаботились о том, чтобы во всех этих текстах было написано в отличном, прекрасном английском языке, четко, ясно, потому что академики не любят писать короткий текст, но мы это так и сделали, и поэтому посмотрите. Собственно, если вы на телефонном экране читаете, это должен быть короткий текст. Итак, мы говорим об онкологии и биологии стволовых клеток. Вот посмотрите сразу информацию, здесь можно получить следующую страницу, которую мы получили. Почему университет Утрек, почему Казань, почему любой другой? Это типичный вопрос университета, первый университет, который я видел, который это делает на уровне программы. Поэтому, если вы читаете этот текст, они вам точно, конкретно говорят, почему вы должны заниматься или раковыми клетками, или стволовыми клетками. Именно университет Утрек. Большая работа, важная работа, это очень убедительно все звучит. Программа обучения, я немедленно могу посмотреть, что здесь вы делаете, что вы имеете в виду под теоретическим курсом, что вы имеете в виду под селективными курсами, потому что в моей стране может быть совсем по-другому все. И, честно говоря, это лучшие практики, которые я увидела. Вот посмотрите, посмотрите, как вы представляете свои матерские программы. Я бы стал сначала посмотреть, как делают те, кто хорошо это делает. И последнее, что я хочу вам показать, у них есть отдельный раздел, слева здесь посмотрите, касающийся перспектив карьеры, но также есть конкретный вопрос развития карьеры для этого конкретного вида мастерской программы. Когда мы смотрим на медицинские программы, смотрим, каким образом люди, чтобы поняли это, мы предлагаем образование, тренировочные программы и так далее, и так далее. И вы можете найти здесь, вот посмотрите, причем тем, чтобы решить несколько исследовательских вопросов в этой биологической сфере. Это очень специфично, очень конкретно. Это очень сильно помогает вам оптимизировать системы поиска. Но мы в другой день когда-нибудь об этом теме поговорим. Что очень важно то, что вы делаете. Когда Алина меня попросила поговорить о лучших практиках и худших практиках, честно говоря, самый важный момент лучшей практики, это они незаметны. Они незаметны, они не на виду, потому что то, каким образом они бегут себя на разных ярмарках, как они отвечают на вопросы, это о том, каким образом они структурируют свои стипендии для того, чтобы привлечь международных студентов. Каким образом они думают о том, как позиционировать себя, прежде чем программа будет запущена, каким образом работают приемные комиссии. И это все тот самый случай, который является на поверхности. И я подумал о том, что какие бы три стадии могут быть для того, чтобы запустить новую программу. И я могу сказать вам, что если программа уже запущена, если вы уже можете, шаги все равно пройти после того, как программа уже запущена. Но в идеальном мире вы должны начать с разработки продукта. Вы должны начать с того, чтобы сказать, Ага, окей, у нас есть пять различных потенциальных мастерских программ, и наши цели, какие нашего института, что мы хотим, для чего мы хотим, что о нас хотят люди узнать, чтобы о нас заговорили, что мы предлагаем в этих лучших программах, самое простое, что не русскоязычные студенты могли бы понять, и они могут понять о том, что это одна из ваших областей, которая очень для вас важная. Поэтому мы уже узнали о том, что в Казанском федеральном университете есть четыре различных степени, на которых сфокусируются уровни. Я не уверен, что фармакология одна из них, но идея заключается в том, что вы бы хотели иметь свою мастерскую программу на этих ваших самых важных направлениях. Они могут взаимодействовать. И с тех пор, как вы это выяснили, и так есть профили учреждений, где вы можете подчеркнуть, что у вас такого хорошего есть, а потом следующее, что вы можете запустить в английском варианте, где вы можете набрать англоязычных преподавателей, где вы можете работать с партнерами для того, чтобы набрать достаточное количество англоязычных людей. Это все делает выбор уже и уже. Это один из больших жалоб, которые есть международных студентов, которые говорят о том, что я выпустился из каких университетов, и там было очень большое количество исследований по уровню удовлетворения. Если плохой английский используется при преподавании, студенты считают, что университет плохой в целом. Люди говорят, либо слишком просто все, слишком простая программа. Международные студенты не хотят простого обучения, они хотят интенсивную, тяжелую, но эффективную программу на языке, который они понимают на английском. Но большинство от стран не является носителями языка. Мне кажется, что в России нет проблемы с тем, чтобы программы были реально сложными. То есть нет риска, наоборот, сделать их слишком сложными, чтобы это было уже опять невыносимо. Я вообще думаю, это академический вопрос в большей степени. И мне кажется, что вы должны понижать свои стандарты для того, чтобы привлечь большое количество международных студентов. Держите свои студенты стандарты наиболее высокой планки, и это даст вам больше возможностей привлекать хороших студентов для ваших хороших стандартов. Вы можете сделать такие вещи, например, но есть некоторые программы, и какие-нибудь количественные оценки, навыков, какие-нибудь мини, какой-нибудь курсы в рамках вашего, вашей организации, вашего фонда. И да, действительно, здесь у вас в России у вас точно такие же проблемы, как и в Германии есть. И ваше техническое и научное образование такое хорошее здесь, что большое количество людей просто не могут попасть к вам сюда, они не могут подойти под ваши стандарты высокие, но в то же время есть большое количество людей, которые могли попасть под ваши стандарты. А следующее, что я хотел бы сказать по разработке продукта, когда вы, вот посмотрите внимательно, это профиль института и учебного заведения, программы, какие вы можете запустить на английский, и также есть огромное количество данных из OECD и UNESCO, это там у меня опечатка есть, да, проект Atlas, там есть данные по мобильности студентов по всему миру, вам нет ничего, гадать-то не надо ничего. Вы можете в большей степени, большая часть программ вы по всему миру можете подать, с любого конца мира. Очень важно, конечно, сузить диапазон стран, в которых вы можете подать на эти программы, но также вы можете то, что есть страны, есть специальные поисковые системы диаграфические, где они группируют людей по среднему классу, по возрасту, могут ли люди позволить себе ездить за границу, статистика по, например, различным профессиям, mechanical engineering, там и разные всевозможные процессы. А вы можете в онлайн зайти и посмотреть в мастерские программы, которые выложены в Гугле. Если мы запустим программу MBA, то это будет, ну там, 5000 этих программ только в Европе в одной. Это может быть то, что вы можете сделать, но это ваша программа в любом случае должна среди них выделяться. Вторая фаза – это вы уже теперь сузили поиск своих действий, что делать, вы видите, что происходит в университетах, что происходит. Профессоры приходят, рассказывают какие-то идеи, рассказывают вам даже с одной идеей, вы можете тем же самым процессом использовать. Вы можете провести исследование и сказать, мы можем запустить программу по-английски. Будет ли спрос глобальный, знаем ли мы, если этот спрос есть, то в каком регионе он будет. Если у вас есть такая одна программа, испытайте эту программу, название этой программы и каким образом она структурирует. Для некоторых программ там должна быть интегрирована обязательная программа стажеров, например, и это будет очень интересно все, очень привлекательно. Это может быть даже стандартно где-то по всему миру. То есть, если у вас есть, например, интегрированные стажерские практики, то, может быть, она не так будет подходить. То есть, это все уже касается ападемической стороны, вопроса учебного плана. Очень важно то, что происходит с программой Randos Mundos. У них есть очень специфические названия курсов. У нас есть одна программа, которая называлась «Городские агломерации». Это термин, который просто нестандартный, а термин стандартный – это городские изучения городского пространства. И, соответственно, эту программу бы не нашли никогда, если бы ее искали, потому что они бы не искали программу «Городские агломерации», а искали бы по Google городское планирование. И это очень-очень важно, конечно же. И то, что вы можете сделать здесь, вы можете пройти количественные исследования, вы можете использовать сайты SurveyMonkey, MailChimp. Это они все бесплатные, различные. Статистику дают вашим о студентах, вы можете оценить своих международных студентов и так далее, и так далее. Это все работает в том случае, если вы можете попросить ваших преподавателей, чтобы они вам посодействовали в этом исследовании. И вы можете иметь скайп, телефонные звонки и фокусные группы. И следующее – это разработка маркетингового плана, выделение ресурсов, а под ресурсами я имею в виду деньги, люди, может быть, людей надо подготовить. Должны быть измеримые цели, цели полагания, создать соответствующие процедуры для набора студентов и удержания студентов. Это не очень хорошо, когда студенты приходят, если вы убедили кого-то, студенты приехали, им очень понравилась программа, а потом они разочаровываются и ходят домой и не заканчивают программу. Это очень-очень-очень плохо для вашей репутации. И плюс ко всему уже, они же там пожалуются тысячам друзей, социальные медиа, Facebook, все это расползется через Google Glass. И это очень дорогая ошибка, что ее потом поправить, если вы такое сделаете. А потом вы, собственно, если все это сделаете, вы запускаете программу, запускаете программу, работа еще не закончена. Вы проводите необходимую измерительную работу. Я не знаю, сколько из вас есть, работает в различных базами данных, там, где хранится информация о людях, которые заинтересованы в программах, управленческое звено какое-то. Это, да, вот посмотрите, например, это процент, если вы спросите, да, в австралийских университетах все вам даже не поймет, о чем вообще говорят, о чем, какие вопросы задают, потому что это будет солнце спрашивать. Вы дышите воздухом. Да, конечно, у нас есть такие топ-менеджевые программы, мы работаем с ними все время. Это такой очевидный вопрос, это очень важно. Посмотрите на аналитику Google, посмотрите на Funnel, и сколько там есть, сколько человек подают на эту программу, сколько человек зачисляются, сколько продолжают учиться. Очень важна возможность перераспределять ресурсы в соответствии с вашими изменениями целями и задачи. Если у вас есть, например, там 15 студентов есть, а если у вас только 8 студентов, это значит, что вам нужно больше ресурсов им дать этим 8 студентам? Или, может быть, просто надо закрыть программу, сколько может это протянуться? И это вот то, что я обнаружил, а если программа неуспешная, выйти надо с достоинством и красиво из этой программы, потому что для студентов это очень плохо. Это очень плохо иметь мастерскую степень с программы, которая была закрыта. Что хорошего-то? И должна быть определенная ответственность перед вами, перед студентами для того, чтобы найти возможность до тех пор, пока студенты все доучатся, а потом предложить, может быть, если программа закрывается, это студентам, посоветовать, где найти, как работать, что до устройства. Третий пункт – это продолжать все время спрашивать студентов об их удовлетворенности курсам, как они подали на эту программу, каким образом они это выяснили. А также смотреть, конкуренты-то что делают. Это очень важно, потому что, когда вы делаете эту работу, прежде чем вы запускаете программу, это не значит, что мир все время остался на том уровне, когда вы открыли программу. Большое количество места говорят, наши студенты довольны. А потом вы говорите, откуда вы знаете, что студенты довольны-то? Они говорят, ну как, ну вот, там, туда им, сюда им. Знаем, короче говоря, что. Но вам нужно спрашивать, задавать вопросы такие, важные вопросы. Подойдите к студенту, спросите, вы довольны уровнем преподавателя, вы довольны преподавания академических услуг, живете комфортабельно, город вам нравится, задавайте такие вопросы. Это же деньги люди платят, они же должны знать, что они за это получают. Задавайте эти вопросы, это очень много то, что мы делаем с студентами академических программах. Я хочу вам поделиться с вами, собственно, вот последняя идея. Я не хочу, чтобы время было для разговора, для дискуссии. Вот посмотрите, тут немножко сложноватенькая схема такая, но есть ассоциация в Америке, которая называется НИГА, национальная ассоциация профессионалов, которыми занимаются приемными комиссии. Это ассоциация, которая состоит только из тех людей, которые занимаются набором студентов, у них каждая весна будет конференции, они разрабатывают ролевые модели для подражения. Там есть специальный комитет, Европейская ассоциация высшего образования, и они собираются запустить европейское исследование, каким образом работают эти подходы в Европе. Это будет очень интересный, но один из вопросов, который мы обнаружили, рассматривая Штаты, все более увеличивающееся количество людей, которые спрашивают у них вопросы по поводу специфических функций. Ну, например, те, кто занимается набором, финансовые вопросы задают очень часто. Ну, да, финансы связаны с тем, какие предметы будут преподаваться. Там очень такие размытые границы становятся, и там есть небольшие такие офисы, в небольших офисах, которые занимаются набором, там все знают все. Есть офисы набора, занимающиеся различными стадиями, там достаточно небольшие группы людей работают. На более широком уровне, например, когда вы работаете, например, с политическим институтом Демилана, там, по-моему, 6 или 7 человек работают только в подразделении по набору мастерских программ студентов. И люди, которые занимаются набором, они разговаривают непосредственно с тем, кто занимается вопросами приемной комиссии. Я просто, я, с точки зрения студента, я знаю о студенте, я прихожу, я студент, я прихожу, выбираю университет, я изучаю процедуры, каким образом меня туда будут зачислять. А потом я учусь, потом я ухожу, становлюсь выпускником. И я же работаю, как студент, соприкасаясь со всеми этими людьми в приемных комиссиях и обучающих студентов. Мне кажется, есть очень небольшой процент университетов, по крайней мере, в Америке, которые так тщательно и намеренно работают с такими проблемами, что, которые специально создают подразделения, которые занимаются этими различными функциями рекламы, набора, привлечения студентов и сопровождения после того, как они выпускаются. Это что-то такое, что в наших исследованиях мы видим, что университет постоянно приходит к этому. И, как я сказал, мы уже работаем с различными организациями в 20 странах, но не в Америке, в большей части за пределами Америки. И для меня это, вот то, что вы показываете, это довольно-таки знакомая модель, только по необходимости, но не потому, что эта модель такая изначально была такой созданной.